Первый конгресс свободных экономических зон прошел у Гомеля в 2015-м. Его инициатор – администрация СС Гомель-Ратон. Основная мета – обмерковать перспективы развития таких утворений. По сути, разговоры идти об шляхах протягнения инвестиций и створения новых прационных мест. Гомельшанам Ё, с чем поделиться, сегодня резиденты СС Гомель-Ратон працуют в 11 районах области. Полова зарегистрованных предприемств за межным капиталом. Резиденты СС вырабляют в 13% промысловой продукции Гомельской области. А про шатагонных долю пропадает 20% экспорту товаров и амальчверц инвестиций, які отримливают в область. Они же приходят не только с миллионом. Если они идут сюда, инвесторы, значит, они вкладывают достаточное количество денег. Например, как ДЛКОМ-40, они 25 миллионов за два года вложили. Да возьмите ЛКПАК, 125 миллионов вложено инвестиций и создано более тысячи рабочих мест. Перенять в опыт инжига и поделиться уласным. Почас работы Конгресса своими напрацовками делятся простойники Германии, Казахстана, Сербии, Латвии, Грузии. В минулом году в Гомельской свободной экономической зоне зарегистровали 7 новых резидентов. В администрации СС лично, что это очень редкий показатель. Разом с тем, все не только с творением специальных правовых режимов для резидентов обнажевываться уже нельга. Кировництво Сусветной Федерации свободных и специальных экономичных зон с такой думкой погаджается. Для того, как притягнуть инвестора, для его необходимо створать додатковые умовы. Самые успешные свободные экономические зоны в мире предлагают такие услуги, как погрузка, разрузка, логистические услуги, помощь в комплектации партии. То есть дополнительно оказывают услуги для предприятий, чтобы они не занимались этим, чтобы они занимались исключительно производством. Олег Санцеров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Гомель».